Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Откуда взялось зло, если Бог создал всё хорошо весьма, добро взяло? Ведь ещё до сотворения человека часть ангелов отпала от Бога по причине зависти. Если Бог сотворил ангелов для того, чтобы они славили Бога, напитывались светом Господним и служили Ему, то откуда часть ангелов узнала о зависти и зле? Вопрос Теодецеи, оправдания Бога. Как же так, если Бог благ и всё сотворил, добро взяло, то откуда взялось зло? Мало того, взялось, ещё оно торжествует. И мы видим, и некоторые так и констатируют, что самая жизнь – это торжество греха и смерти. И если посмотришь с холодным вниманием вокруг, как сказал поэт «Жизнь», какая-то сухая и глупая шутка или штука, такая интересная, такая тягостная, такая тяготящая душа человека. «Откуда же взялось зло? Не Бог же его сотворил, если он благ?» Действительно, интересные слова после шестого дня творения, о котором тоже Бог сказал, что всё добро взяло. И вдруг, сказав «хорошо», тут же замечает «нехорошо». Что нехорошо? «Нехорошо быть человеку одному, ибо не нашлось ему подобного ему помощника, ибо весь остальной сотворённый мир был подчинённым, несоразмерным с величием личности первозданного человека. И с ангелами не успел Господь их создать, вероятно, в том мгновении, когда творение уже началось, а время ещё не пошло, по предположению святителя Василия Великого. В том первом мгновении творения, когда творение уже некоторым образом явлено, но ещё не во времени, а только в первой точке его. Поэтому, предполагает святитель Василий, и отпадение некоторых духов свершилось как бы вне времени, и нет для него этого падения, обратного отсчёта, возвращения, ибо оно вне времени совершено, вне времени и в вечности оказывается актуальным. Но самое главное, что нам нужно понимать о происхождении зла, это то, что оно непременно есть употребление, вопреки воле Божьей, свободы, которую Господь даровал свободно разумным творением своим, то есть ангелам и людям, ради вечного соблаженства с собою, ведь мы для этого созданы, как и бесплотные духи. Мы сотворены в таком удивительном совершенстве, что являемся носителями той свободной воли, которая присуща единому Божеству. Кстати, именно это сотворение иной свободной воли, подобной его божественной, называет великий наш богослов Владимир Николаевич Лоский высшим творением, подтверждающим величие нашего Творца, его божественное могущество. Именно это сотворение иной свободной воли. Ее носителями являются в мире бесплотном ангелы, в мире материальном человек, с его душой, с его личностью, сотворенной по образу Божию и по подобию. Для чего нужна эта свобода? Для того, чтобы в вечности мы были бы сочетаемы с Божеством, ибо слишком несоразмерно были бы творения и Творец для будущего вечного единства, если бы мы в подражании, в подобии Творцу, не имели бы свободной воли. А вот уже с этой точки начинается возможность злоупотребления ею. Почему злоупотребили ангелы? Почему Адам злоупотребил? Почему мы злоупотребляем? Каждый может спросить себя наедине с собственной совестью. А тебе что мешает, зная волю Божью, исполнять ее беспреткновенно? Скажешь, окружающие трудности, но полукавишь, зная, что совершенная решимость исполнить волю Божью непременно сопровождается и исполнением ее во всей той точности и подробности, с которой эта воля открыта нам, Господом нашим и Спасителем. Там, где есть свобода, там есть и возможность злоупотребления ею. Так отпали ангелы, и это не было неизбежным, иначе все пали бы, а отпала только часть. Потому палый человек, мог бы и не падать, но оказался уловлен лукавством падшего духа, доверчивостью Евы, а может быть надменим ее, когда она была вовлечена в диалог с падшим духом, который как бы верил ей некоторой полномочии наставничества, сходу показавшись как бы невеждой. Точно ли что Господь запретил вам от всех деревьев кушать? И тут подключается ее самость, ее свобода употребляется на некоторое наставничество. Не зря, говорит апостол, немногие становитесь учителями, ибо подвергнемся мы большему наказанию и большим риском. И вот она, втянувшись в разговор с незнакомцем, с духом, которого не сумела разоблачить, она заинтересована обещанием падшего духа без предварительного труда и ожидания достичь того вожделенного обоженья, которое является и в раю являлось целью человеческого бытия. Только дьявол предлагает путь окольный, оккультный. Вкусите и станете как боги. Не с голодухи же она припала к древу познания добра и зла, а точнее сказать, древу опытного познания зла, вкушение с которого совпадало с нарушением единственной, но всеобъемлющей заповеди Божьей, запрещающей вкушение от этого древа. Ева стала проводником зла, повреждения человеческой природы для рода человеческого, и ей с некоторой доверительностью неизвинительной последовал Адам. И вот грех вошел в мир, человеческая природа повредилась, добровольно, а не невольно. Бог все сделал для того, чтобы, имея свободу пасть, человек не пал. Но такова была свобода, таков был выбор первозданного человека. И вместе с повреждением, вошедшим в природу человека, и сам мир приобретает тленность, тварный мир, и ожидает откровения сынов Божьих, того преображения человеческого естества, которое стало возможным только благодаря Боговоплощению и тому спасительному служению, которое исполнен для нас Господь наш, Иисус Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.